Дареньки Булы, шановные друзья, вот, с вами вот кто на экране разместил вот эту форшивку, я не здоровый, вы мне не друзья, вот, представьте себе, что как-то я меркам показал, но не прокомментировал, и так мне присылают с Украины вот это вот, это Тернопольская область, вот моя физиономия, мои абрикосы, самое интересное, а я тогда не врубился сам, то есть я сейчас понимаю, зачем вот эта фотография, еще вот это вот, смотрите, вот видите, а потом-то до меня дошло, это они взяли эту фотографию, мечтая о том, чтобы меня никто не узнал, ну, Тернопольщина, Западная Украина, там, почти другое государство, я сам львовский, сам волынский, и херсонский придачу, вот, то есть земляки, ребята, вы же своих подставляете, что получается, я железо, здесь просто человек, который купил у вас саженцы и вырастил вот это вот, 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 видите, сто восемьдесят шесть гривнов, с каждого теперь шлопа, вот она, это, значит, пиктика, часы, успевайте, и у вас такие же будут, они не знали, что я есть хозяин этих абрикосов, в каком смысле, что я их сам-то и вырастил, вот, ну, чистое мошенничество, и вот я написал, впервые такая, показываю второй раз, впервые такая наглость, уже такая наглость, как меня только не обворовали, 150-200 питомников, а я собираю колес, а потом покажу, вот, декабрь 21 года, и везде мои фотографии, то есть ничего не изменилось, стыдно им не стало, но, извините, пробачьте, земляки, но вы, вы переплюнули всех, я из вашего саженца это вырастил, ладно, и так как, куда они залезли, наверное, на мой сайт, почему, внимания, Елена Александровна Савельевич, привет, я знаю, что, это, Елена Александровна, ты меня слушаешь, вот, в данную минуту, да, ну, ну, что я скажу, ну, что, живет в Красноярске, фотографировалась в Сибири, то есть в Красноярском крае, в моем питомнике, вот так вот, и, чтобы до конца сказать, почему вы мошенники, вы скажете, ну, так получилось, наши абрикосы не хуже, но у нас были заморозки, у нас не было урожая, нам очень надо было продавать саженцы, мы, и так, это, не самая богатая, это западная Украина, да, вот, когда на Украине остановили все, естественно, подлецы-предатели, остановили заводы, остановили фабрики, перекрыли людям возможность ездить в Россию зарабатывать, это, вот, я вас понимаю, вы могли как сделать, я уж обращаюсь к вам, ну, вот, у нас был не урожай, ну, саженцы продать надо, вот, у нас же не хуже, и полезли в интернет, и на свое горе взяли, наскнулись на мои фотографии, вот это вот фотографировали меня, а вот это фотографировал я, вот, и, ну, мошенничество заключается в том, что у вас не вот этого Королевского, так, не вот этого академика, нет и быть не может, друзья, ну, то есть бывшие друзья, земляки, вот, почему не может быть? Внимание, постулат железовый, об этом пока знаю я и вы, друзья, а вот эти жители Тернопольца этого не знают, раз обещают вот такие же 100-граммовые плоды и вам, всем, кто у них купит саженцы. Внимание, это не просто постулат, это один из краеугольных камней современной садоводства. Читаем внимательно и медленно постулат железового. Вегетативные гибриды все же существуют в скобках, в единственном экземпляре и никогда не повторяются. То есть вот то, что она держит в руках, больше этого не будет никогда, хоть косточки возьми, вырасти, хоть черенок возьмешь, уже этого не будет. Почему не повторяются? У меня до сих пор две равновеликие версии, но мы сейчас, мы еще когда-то, мы замахнемся на все, все это, как сказать, мировое науку, которая туда увела, ну кое-что покажу, но попроще, чтобы не пугать новичков. Поэтому те, кто уже со мной эти годы, уже и так знают, а кто-то, мы постепенно подойдем. Но вот это вот будет в новых учебниках. Я голову на освещение даю, иначе у нас никогда не будет новых садов.